Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, добрый день. Тема нашего сегодняшнего разговора – это книга «Второзаконие», певрецкий «Деварим» или слова, и в нашем изучении Писаний помогает нам портал экзегет.ру. Мы сегодня будем читать, комментировать вторую главу этой книги. Итак, мы с вами знаем о том, что основной массив содержания этих глав в этом сочинении – это есть у нас речи, это есть монология пророка Моисея, где он излагает основные, самые важные моменты того, что мы называем «закон Моисеев», «закон Божий». И, как и любое нормальное изложение, это нормальное изложение предмета, предваряется всегда такое все монологическое, содержательное, каким-то введением. И вот мы сегодня прочитаем, как это введение Моисеем осуществляется, как он рассказывает о том, как евреи шли из Египта, оказались у некого места под названием Кадижа-Барнеа и в дальнейшем оказались в Заиордании с востока от Святой Земли. И вот мы начинаем чтение Голыбов-Таруси, стиха первого, где рассказывается о том, что было после момента именуемого во второзаконии «страх у Кадиш-Барнеа». Так, страх – тот самый грех, который обрек выходцев из Египта, странников, иудеев, вышедших из плена, на сорокалетнее странствование. А именно, что же там было у Кадиш-Барнеа? Кадиш-Барне – это есть пункт, через который легко можно было войти в землю ханаанскую. И в этом месте лагерем встали выходцы из Египта, бывшие вчерашние пленники, рабы, израильтяне, евреи. И вот, как мы знаем из главы первого этого сочинения, отправляются лазутчики, разведчики в землю ханаанскую, чтобы рассказать находившимся в Кадиш-Барнеа евреям, «как там, да что?». Так вот, выясняется то, что вернувшиеся разведчики были охвачены одновременно двумя чувствами и восхищением, потому что земля была уж очень лакомая, уж очень благородная, уж очень изобилующая разными богатствами. При этом при всем их сердце было охвачено страхом, потому что в этой земле жили высокие, могучие, страшные и отважные люди. И сами города этой земли были как будто бы до небес. И, конечно же, евреи испугались войти в это богом им обещанное, обетованное место, землю ханаанскую. И в ответ на этот страх Бог и сказал, вот вам нужно будет ходить по пустыне 40 лет с тем, чтобы ни один из тех, чье сердце было охвачено страхом, не вошел бы в землю ханаанскую. И вот начинается глава 2 с рассказа о том, что было после этого. «Мы повернули назад и пошли в пустыню по дороге, что ведет к морю Суф, как повелел нам Господь. Мы долго шли, огибая Сеирские горы». То есть показано то, что повернули они к югу от входа в землю ханаанскую городка до сегодняшнего дня существующего Кадиш-Барне. «Потом Господь сказал мне, хватит вам идти вокруг этих гор, поворачивайте на север. И передай народу, вы пойдете по земле ваших братьев, потомков Исава, обитателей Сира, они боятся вас. Смотрите же, не начинайте войну с ними, ни пяди их земли я не отдам вам, потому что Сеирские горы я дал во владение Исаву». И вот рассказывается здесь о том, что иудеи вступают в местность, которая называется до сегодняшнего дня Зайорданье. И вот это вот Зайорданье было обитаемо. Там были народы, там были государства. Они вот названы в этой главе, второй главе книги Второзакония. Какие это страны, регионы и народы? Это Эдамитяне, это Муавитяне и это Аммонитяне. И вот мы сейчас находим здесь, в стихах 6, описание того, как должно проходить сквозь земли чужестранцев, не евреев, не своих людей, тем, кого ведет Бог, то есть обществу израильскому. И в этом описании дается правило корректного, вежливого, адекватного отношения к хозяевам этих земель. «И еду, которую вы будете есть, и воду, которую будете пить, покупайте у них за серебро». И так вот указано, что ни пяди земли не брать, потому что Бог есть владыка всех земель, и Бог говорит, возьмите эту землю, берите, а эту землю говорит, не берите, брать ее нельзя, потому что все народы и все страны, и все материки, и все государства являются владением Бога, так нам рассказывает книга «Второзаконие». Дальше, когда будете проходить по земле, по которой будете идти, это будет земля Эдом, либо земля Моав, либо земля Аммон, то нужно иметь какие-то правила, как взаимодействовать с местным населением и с ресурсами этих земель. И вот очень хорошее указание имеется здесь, в стихе 6, которое потом будет повторяться неоднократно в этой голове. Итак, вы будете воду или еду, которую будете здесь брать, охотиться, либо как-то просто пить воду, вам нужно компенсировать нанесенный ущерб, а именно нужно покупать за серебро, за валюту ту воду и ту пищу, которую вам нужно будет потреблять в течение вашего путешествия. «Господь ваш Бог благословляет вас во всех ваших делах, ведомо Ему, как вы идете по этой великой пустыне. Уже сорок лет Господь ваш Бог с вами, и вы ни в чем не испытываете нужды». Вот такая вот ставка небольшая, рассказывающая о том, что «как прошли те самые сорок лет странствования». Да, конечно же, пустыня, где странствование происходит, называется в стихе 7 «великая пустыня». А еще у этого места есть название «страшная пустыня». Понятно почему. Это действительно пустыня, где очень мало осадков, очень мало воды, очень мало ресурсов. И в этой пустыне, где ничего нет, очень ощутимой оказывается помощь Бога, дающая возможность народу Божьему Израилю, странствующей общине, быть в пустыне и ни в чем не испытывать нужды, как нам сообщает стих 7 «великая пустыня». Мы ушли прочь от страны наших братьев, подумков Исава, обитателей Сеира, от дороги, что идет по Араве от Элата до Эционгевера, и направились в Муавитскую пустыню. Вот одна земля пройдена, это земля Эдом. Указано, что это есть земля, где живут родственники, дальние, впрочем, родственники иудеев, а именно потомки того самого Исава, который был братом основателя или одного из основателей народа иудейского, давшему этому народу свое имя, Иаков Израиль. И в этом отношении жители страны Эдом, эдомитяне, заслуживают почтительного отношения, потому что это хоть и чужие, и не мы, и не носители нашей культуры, нашей веры, но это есть родственники наши, хоть и дальние. И самое главное, Бог нам не сказал захватывать эту землю, не сказал, мы и не захватываем. И Господь сказал мне, не нападайте на Муавитян, не начинайте войну с ними и с их земель, я ничего вам не отдам, потому что я дал Ар во владение потомкам Лота. Вот еще одна земля, еще одни соседи, соседи в Зайордании, тоже дальние родственники, получается, иудеев, израильтян, потому что Муавитяне и жившие севернее от Муава Муаммонитяне – это все потомки того самого Лота, который был родственником, племянником Авраама, настоящего основателя народа израильского иудеев. Прежде там жили эмеи, народ большой, многочисленный и рослый, как Анакимы. Их, как и Анакимов, причисляли к Рефаимам, Муавитяне называют их эмеями. «В Сеире прежде жили хореи, но потомки Исава завладели их землей, истребили их и поселились там, и сделали то же самое, что сделали сыны Израилевы в той стране, которую Господь отдал им во владение». Но вот мы видим, что это, конечно же, вставка, это уже редактор, живущий в более поздние времена, во времена, возможно, около пленные, поясняет, кто там жил до Муавитяна, кого они прогнали. И вот возникает здесь очень популярное предание в Библии, предание о великанах. И действительно, в Библии есть учение о том, что однажды на земле были великаны. Вот как бы современные ученые не смеялись над этим представлением, вот один род, хомо сапиенс и прочее, но какое-то предание о том, что раньше было племя великанов, людей могучих, которые называются по-разному в Библии и Анакимы, и Рефаимы, или сыны Энаковы, вот этих преданий много. И, возможно, какая-то, не знаю, какая-то реальность за этим стоит. Ну, например, что может стоять? Действительно, бывают высокие люди или бывают люди, которые очень искусны в войне, которые с детства воспитываются в традициях освоения боя, на мечах, на копьях, на колесницах. И, возможно, что пришедшие в эти земли иудеи, они столкнулись с этим одним из племен хананеев, которые были людьми могучими и большими, и отважными. И, возможно, из этой памяти исторической возникает учение о том, что традиция преданий о том, что однажды тут жили какие-то большие люди, великаны, и даже кто-то из наших, а именно Давид, с ними сражался, и Голиаф тоже, как считается, был одним из этих великанов. Анакимы, Рифаимы, сыны Инаковы и прочее. У этого народа, этого вида людей много есть наименований в Писании. Но нам важно что? В отличие от израильтян, у которых была помощь с небес, и Бог был их вождем и предводителем, и все, что Бог говорил, все сбывалось, но евреи испугались идти в Ханаан и воевать с местным населением. А вот даже жители, точнее, предки Муавитян, первые люди, пришедшие в эти земли из Муавитян, они сразились с анакимами и победили их, и прогнали их. И в этом отношении иудеям должно быть стыдно. Об этом рассказывают нам эти стихи, главы во второй книге Второзакония. «Вперед, — сказал Господь, — переходите ущелье Зерат, и мы перешли ущелье Зерат». «Тридцать восемь лет шли мы от Кадиш-Барнея, и вот перешли через Зерат. В нашем стане уже не было никого из воинов прежнего поколения, как и клялся им Господь. Рука Господа настигала их в нашем стане одного за другим, и, наконец, никого из них в живых не осталось». Довольно такие стихи мрачные, дорогие друзья. Видите, Бог обещал, что вы не войдете, и всех испугавшихся никто не войдет. Это, конечно же, имелись в виду не дети, а взрослые люди. И вот Бог своим обещаниям верен, как в хорошем, так и в плохом. И действительно, рука Господа сделала так, что они умирают, и, вероятнее всего, их смерть была неестественной от какой-то преждевременной, какой-то трагической смертью была, либо от болезни, либо от какой-то засухи, либо от насекомых, либо от змей. Но так или иначе, к концу указанного времени странствования по пустыне Великой и Страшной, никого из тех испугавшихся взрослых не осталось. К Иордану подходят люди нового поколения. Воспитанные в традициях, в опыте того, что Бог присутствует в своем народе, спасает их, ведет их к своей назначенной им цели. Когда все эти воины умерли, все до единого, Господь сказал мне, вы идете через Ар по Моавитской земле, и скоро достигнете страны аммонитян, не нападайте на них, не начинайте войну с ними, из их земель я ничего вам не отдам, потому что я дал эти земли во владение потомкам Лота. Но вот указано то же самое, что про землю и Эдома, и Моава, то же самое, и надо сделать иудеям землей аммонитян, еще одни из родственников иудеев, а именно потомки того самого Лота, племянника Авраама, который бежал из городов, гибнущих Содом и Гамора, и который вступил в связь не по своей, впрочем, инициативе, не по своей воле, а по инициативе его дочерей. И вот от этого союза незаконного, неестественного рождаются не совсем хорошие люди, вот эти самые аммонитяне и муавитяне, язычники, часто бывшие врагами иудеев, но при всем при этом это есть родственники иудеев, и про то, что нужно их истребить и захватить их земли, вот этого Бог ни Моисея, ни евреям не говорил, не говорил иудеи и не воюют с этим народом. Эту страну также причисляют к землям рифаимов, прежде в ней жили рифаимы, которых аммонитяне называют замзумеями. Вот еще одно название тех самых великанов, о которых мы читаем в книгах Ветхого Завета. Это был народ большой, многочисленный и рослый, как анакимы, но Господь истребил их, аммонитяне владели их землей и поселились там. Видите, муавитяне не испугались, аммонитяне не испугались, победили могучих людей, рифаимов, которым знакома была и воинская доблесть, и у них были данные для того, чтобы быть хорошими воинами, рост, сила мышц, военный опыт, но они не испугались. Муав и аммон не испугались и обзадили своей землей. Евреи испугались, и поэтому у них было в их жизни, в их опыте долгое странствование по пустыне. Господь сделал для аммонитян то же, что сделал он для потомков Исава, живущих в Сеире, ведь он истребил хореев, потомки Исава владели их землей и живут там до сих пор. Но вот видите, до сих пор, конечно же, имеется в виду не время Моисея, вроде бы автора этого сочинения, а имеется в виду время редактора, работавшего в более поздние эпохи, вероятно, в эпохи околопленная, доплена или послеплена и работавшего над созданием книги второзакония в окончательной финальной редакции. А авеев, что жили в селениях вокруг Газы, истребили ковторяне, народ прибывший из ковтора, и тоже поселились на их земле. Описывается время какого-то переселения, да, вот, те приходят сюда, эти оттуда и так далее, пришли в землю не свою, а монетяне, моаветяне, позже них движутся евреи с запада, с юго-запада, из Египта. А вот еще одни выходцы из заморя, из острова Крит, называются они ковторяне, жившие вокруг города Газы, другие города у них еще были, Ашдот, Аскелон, Гетто. И, конечно же, мы узнаем в этих выходцах из заморя так называемых филистимлян, вот те самые соседи иудеев, но уже с запада, преграждавшие иудеям путь к морю, тоже, оказывается, были выведены богом из заморя, из острова Крит, и вот они тоже оказались здесь, соседями иудеев. Как будто бы описывает географию автора книги Второзакония, рассказывая, что вот тут у нас находятся иудеи, вот южнее иудеев Эдом, немножко северо-восточнее от Эдома Муав, еще севернее Омон, а вот западнее, это у нас выходцы из Кавтора, из Крита, это филистимляне. Мы видим здесь очень такую грамотную работу, рассказывается прежде массива, посвященного закону о том, где это все происходит и как это все начинало вот так вот осуществляться. Вперед, сказал Господь, переходите ущелье Орнон, смотрите, я отдаю ваши руки Сихона Амарея, царя Хэшбонского и его страну, начинайте завоевание, воюйте. С этого дня я буду вселять во все народы, какие есть под небом страх и ужас пред вами, услышав про вас, они будут дрожать и трепетать. И вот указывается здесь, где начинается священная война. Не в Муаве, не в Эдоме, не в Аммоне, но вот здесь, во владениях царя Сихона Амарейского. И вот Сихон, а дальше будет еще и царь Ога, это есть цари какого-то маленького образования, где жили ханаанские племена, вот они оказываются первым объектом вашего завоевания. Бог – владыка народов, и все народы являются его владением. Это его актив, это его какая-то шахматная доска, поэтому любые завоевания происходят, реализуются лишь с божьего согласия и по его инициативе. Но даже здесь, где есть указание «воюйте, идите вперед», начинается все с гуманного обычая, с попытки найти мирное соглашение, создать какое-то перемирие. «Из пустыни Кедемот я отправил послов к Сихону, царю Хешбонскому, предлагая ему мир, я велел передать ему. Позволь мне пройти по твоей земле, я пойду по дороге, не сверну ни вправо, ни влево, и еду, что мы будем есть, и воду, что будем пить, ты будешь продавать нам за серебро. Только позволь пройти по твоей земле, как позволили потомки Исава, живущие в Сирии, и муавитяне, живущие в Арии, и мы уйдем за Иордан в ту сторону, которую дает нам Господь Бог наш». Вот описывается реальность. Твоя земля нам не очень нужна, не нужна нам твоя земля. Наша земля находится к западу от Иордана. Мы хотим там оказаться. Можно пройти по твоей земле по указанному маршруту, покупая и хлеб, и воду, и прочие припасы? Можно или нельзя? Ответ Сихона гарантирует исход этого переговора, обрекает на конфронтацию два народа. Народ, которым руководит Сихон, и народ, вышедший из Египта, которым руководит пророк и вождь Моисей. Но Сихон, царь Хежбонский, не захотел пропустить нас. Господь, ваш Бог, сделал его дух упрямым, а сердце непреклонным, чтобы отдать Сихона в ваши руки. Что и свершилось. Это вот одно из самых тяжелых мест в Писании. Впрочем, не только это, потому что эти же сюжеты, они встречаются и в книге Бытие, и в книге Исход. И Господь чего-то делает с врагами народа израильского. А именно, есть враг, есть иудеи. И как будто бы Бог специально делает сердце врага жестким, непреклонным, надмедным и упертым. И потом свой суд над этим народом и его вождем, царем, он Бог и реализует. И постоянно люди спрашивают, ну как же так? Вот Бог может поступать так или не может? Да как же нам оправдать, объяснить поведение Бога, который вроде бы не уважает личную свободу, свободу воли вот этого вот человека, бедного нашего Сихона, царя Хежбонского? Ну, как мы видим, Бог может так поступать. Очень простой ответ. Раз написано, то Бог может так поступать. А почему так поступает? Ну, потому что он по представлению Ветхого Завета является владыкой всего, владыкой всех сердец, всех воль, всех эмоций, всех народов, всех процессов на земле. И в этом отношении, конечно же, реакция Сихона происходит не без участия, не без ведома или даже не без воздействия Бога. Зачем Бог так поступает с фараоном, с Сихоном и прочими объектами своего такого вот воздействия? Ну, наверное, потому что бы показать наиболее понятно, красочно, доходчиво каждому еврею, идущему в поход, что с Богом нечего бояться. С Богом можно ничего не бояться, ни фараона, ни Сихона и прочее. Вот, и в этом отношении Бог устраивает сражение, устраивает войну и, конечно же, гарантирует благой исход для иудеев, конечно же, этого военного начинания. Господь сказал мне, смотри, сперва я отдам тебе Сихона и его страну, начни завоевание этой страны. Сихон со всем своим войском вышел нам навстречу и вступил с нами в бой у Яхатца. Господь наш Бог отдал его в наши руки. Мы убили его и его сыновей, перебили все его войско. Ну, видите, описывается древнее время, древние нравы, древние сражения, и, конечно же, описывает все это очень реалистично. Да, вот есть сражение, есть два войска, побеждающее войско расправляется с тем, кто им противостоял, потому что именно так эти вопросы решались в те давние, древние, жестокие, грубые, кровавые, кровожадные непросвещенные времена. И книга «Вторезаконие» описывает то, как война тогда происходила. «В ту пору мы овладели всеми его городами и предали их заклятию, уничтожили. В этих городах мы истребили и мужчин, и женщин, и детей, всех до последнего. Только скот и захваченный в городах добычу мы оставили себе». Это еще одно очень тяжелое место книги «Вторезаконие» и всего пятикнижья, потому что это явление под названием «Харам» или «Заклятое» постоянно встречается, когда мы читаем о завоевании земли Ханаан. И то же самое будет у Иисуса Навина в этой книге, в этом сочинении. Но вот давайте порассуждаем немножко сейчас о понятии «Харам» или «Харем» и о том, как нам, людям Нового Завета, знающим, что Бог прощает, милует, снисходит, понять все вот это вот описанное, просто какой-то непонятный ужас и дикость и варварство. Напомню, что понятие «предать заклятию», «сделать что-то харемом», чего-то харемом назвать и имело под собой очень неблагоприятное следствие. Нужно было ничего этого не касаться, не захватывать, не брать в плен, не усваивать, не воровать. Нужно все это было предать уничтожению. Все это есть «Заклятое», это есть «Харам», этого касаться нельзя. И вот мы видим, что оказывается в этом случае все, кроме скота и добычи захваченной, а именно, что все, это и мужчины, и женщины, и дети, это все харем, и иудеи предали это все заклятию, то есть, получается, уничтожили. Это очень сложные стихи. Как нам это все понять и принять? И, конечно же, не обойтись без рассуждения о том, как книга «Вторезаконие» вообще появилась. Если книга «Вторезаконие» имела долгую историю, когда она формировалась, редактировалась, получила финальную форму, это была долгая история, то тогда мы можем это все объяснить без ущерба о нашем представлении о Боге. А именно, друзья, что имеется в виду? Итак, допустим, что финальная стадия формирования книга «Вторезакония» осуществляется во времена околопленной. Ну, возможно, плен или сразу после плена. И вот, испытавшая ситуацию изгнания несвободы и рабства и плена иудеи, и элита иудейская рассуждала, а почему так с нами произошло? В чем наш промах? В чем ошибка Израиля? Почему так случилось? И вот возникло такое представление, и это представление не лишено какой-то правдивости, реалистичности, а потому что местное население, местные ханаанеи, наши соседи и прочие филиссимлине, и прочие наши финикейцы, другие народы, они на нас влияли, они нас заразили неправильным представлением о Боге, неправильными культами и обрядами, они испортили чистоту нашей синайской веры. А как нужно было поступить нашим прадцам, пришедшим в Ханаан, чтобы этого не было? И ответ понятен, дорогие друзья. Нужно было всех уничтожить. Поэтому постфактум во времена уже пленного, во времена плена возникло представление, а хорошо бы, чтобы было так, что пришедшие в Ханаан наши прадцы, они бы всех там уничтожили, хорошо было бы, чтобы Господь выдумал это понятие хорем и заставил бы наших прадцев, наших предков этот хорем проводить снова и снова, чтобы ни одного хананейского городка, поселения, деревни не осталось на земле Ханаана. Вот для этого и возникло понятие о хореме. Да, это есть такое понятие немножко богословское, что ли, которое имеет под собой больше богословия, чем истории. Так однажды думали иудеи, что хорошо было бы, чтобы Господь хорем выдумал и чтобы наши предки хорем реализовали в завоеванной территории. Но, когда мы читаем книгу судей, книгу, даже книги царств, мы находим очень странное явление. Если хорем был и всех уничтожили, хананеев, евусеев, амареев, хетов, то откуда появляются они снова и снова в книгах Иисуса Навина, судей, царств и так далее? Ведь там мы находим картину необъяснимую. Если хорем был и всех уничтожали, и мужчин, и женщин, и детей и прочее, то откуда взялись соседствующие с селами иудеев села, города, поселки, где жили те самые евусеи, хеты, амареи и прочие местные, неубитые, недобитые, невырезанные жители? Ответ, наверное, такой. Понятие о хореме было более связано с богословием, с представлением об истории, с представлением о том, как должно было быть, чем с реальной историей завоевания Ханаана евреями, которыми руководил пророк Божий и вождь Моисей. От Аруэра, что над Арнонской долиной и селения, что в долине, ни одна крепость до самого Галаада не смогла дать нам отпор. Господь наш Бог отдал нам все. Описывается здесь, замечу, напомню, завоевание за Иордань или транс-Иордань. Это еще не Ханаан, потому что Ханаан начинается, когда иудеи переходят речечку Иордана. Но на страну амманитян вы не нападали, и на долину реки Ябок, и на горные селения, потому что так велел Господь ваш Бог. Мы видим здесь, в стихе последнего главы 2 книги Второзакония, описание двух очень важных моментов. Первое. Насилие при завоевании земли ханаанской и около ханаанской есть, но оно дозированное, оно имеет под собой какое-то объяснение, и оно происходит по прямому указанию Бога. Есть указание, есть завоевание, указания нет, и завоевание, истребление тоже нет. Потому что иначе бы никакие бы муавитяне, амманитяне и дометяне не сохранились бы, а они еще долгое время были спутниками, соседями Израиля. И вторая очень важная вещь. Мы видим здесь новое качество, новое состояние народа Израиля. Потому что сейчас то, что Бог говорит, то они исполняют, не подвергая это никакому сомнению, не охватывая свои сердца чувством страха, и Бог сказал, и народ Божий исполнил. Вот это мы видим здесь, в главе 2, описание нового состояния, более зрелого, более мужественного, более собранного, описание Израиля. Дорогие друзья, это была вторая глава книги «Второзаконие». С вами священник Алексей Волочков из Петербурга, портал экзогет.ру. Спасибо за внимание.